Привет! Сегодня расскажу про одну из самых мелких и красивых аквариумных рыбок. Это микроразбора галактика. Научное название переводится как «украшенный жемчугом». Место обитания рыбки расположено в Юго-Восточной Азии, в Бирме, в высокогорном районе плато Шан, тысячи метров над уровнем моря. Живет в мелких, густо заросших растениями водоемах, расположенных на лугах и рисовых полях. Глубина водоемов обычно не превышает 30-40 сантиметров. В природе микроразбора галактика питается различной живой мелочью, насекомыми, зоопланктоном, червями, личинками. Рыбка была впервые обнаружена в 2006 году в Юго-Восточной Азии, в Бирме, в пруду около деревни Хопонг. В этом же году этих рыбок привезли в Европу, а через несколько дней их уже научились разводить. Это произошло в Великобритании. В феврале 2007 года доктор Роберт Стайсон сделал научное описание этой замечательной рыбки. Из-за безумной популярности рыбку тут же начали в огромных количествах вылавливать на продажу. Для небогатых местных жителей это стало еще одним источником дохода, и микроразбора галактика быстро попала в Красную книгу как редкий вид. Но благодаря тому, что рыбка достаточно хорошо размножается в аквариумах, вылов рыбки в природе быстро прекратился, оставив местных жителей без легких денег, и теперь природная популяция восстанавливается. Цвет тела голубоватый, по всему телу как звезды разбросаны с жемчужно-кремовые пятна. Поэтому и микроразбора галактика. На плавничках черные и красные полоски, полосок нет только на грудных плавниках. Вырастает обычно не более 2 см в длину, живет в аквариумах около 2 лет. Самцы ярче окрашены, у них красное брюшко и они стройнее самок. Цвет у самцов особенно ярок во время нереста. Самочки побледнее, полнее и полоски на плавниках оранжевые, а не красные. Температура воды от 20 до 26. Лучше содержать на нижнем пороге температур, а повышать только если рыбки заболели. Жесткость до 15, кислотность 6,5-7,5. Для стайки из 10-15 рыбок подходит аквариум от 30 литров. Однако, если в стайке много самцов, то объем стоит увеличить. Самцы не всегда дружат друг с другом. Аквариум нужно накрыть крышкой, особенно если вода налита до самых краев. Иначе разыгравшись, рыбки могут выпрыгнуть. Воду в аквариуме необходимо раз в неделю подменивать процентов на 20-30. Микроразборы галактика очень любят чистую воду, поэтому стоит установить фильтр. Аэрация не обязательна, если аквариум не перенаселен. Сильного течения быть не должно. Освещение достаточное для нормального роста растений. Грунт любой, лучше темный. Растения они не трогают. Малышки очень любят поплавать, поэтому сильно засаживать аквариум не стоит. Обязательно должно быть свободное место, лучше у переднего стекла. Иначе вы не увидите своих питомцев. Содержать лучше стайкой, так они более заметны в аквариуме. Предпочитают держаться в среднем слое воды, иногда заныривая в заросли растений. Заросли необходимы для их спокойствия. Самцы постоянно конкурируют друг с другом, устраивая драки и могут загонять до смерти самого слабого. Ему могут помочь спастись их любимые заросли растений и большой объем аквариума. Если аквариум совсем маленький, то можно содержать одного самца и несколько самок. Если объем аквариума позволяет, то можно подселить соседей. Ими могут быть близкие по размеру мирные рыбки. Креветки могут стать хорошим дополнением в аквариуме с микросборами галактика. Соседи не подходят хищники и слишком шустрые крупные рыбы. Шустрые рыбки могут создать в аквариуме стрессовую обстановку и лишить малышек нормального питания. Ну а для хищников малышки микроразборы сами станут кормом. Сами же микроразборы к корму не прихотливы, лишь бы он был разнообразным и мелким. Крупные мотыли трубочник придется нарезать на мелкие кусочки. Отлично поедает дафни, циклопов, артемий, каретру. Подходят и сухие, качественные, мелко перетертые корма. Корм может быть как плавающий, так и тонущий. Размножаться начинает в возрасте 3-4 месяцев. Нерест легко проходит прямо в зарослях общего аквариума без особой подготовки. Только мальков в этом случае сохранить сложновато. Их скорее всего слопают. Поэтому лучше поставить отдельный нерестовик объемом 10-20 литров с водой из общего аквариума и сеткой, прикрывающей от родителей упавшую на дно икру. Над сеткой можно положить пучок мелколистных растений, чтобы самочки могли прятаться от слишком шустрого самца. Нерестовик нужно накрыть крышкой. Фильтр не обязателен, можно установить слабую продувку воздухом. На нерест сажают пару или группу из расчета на одного самца 2-3 самки. Двух самцов сажать не стоит, обычно они мешают друг другу, гоняя конкурента от самок. Первыми в нерестовик сажают полных от икры самочек, а через 3-4 часа самца. Нерест может продолжаться пару дней. За это время одна самочка откладывает в среднем 30 мелких икринок. После нереста родителей убирает. Нерест можно повторить через пару недель, родителям нужен отдых. Через 3-5 дней появятся личинки. Чем выше температура, тем быстрее. Лучше не выше 25 градусов. Первые 4-6 дней темные личинки лежат на дне. Это время тоже зависит от температуры воды. Чем теплее, тем быстрее. За это время они станут светлее и поплывут. Тут и начинают кормить. Первый корм инфузорий или искусственный спецкорма для мальков. Потом микрочервей и науплии артемии. Через пару месяцев они окрасятся в света взрослых и станут окончательно самостоятельными. На этом про микроразбору галактика все. Здоровья вам и вашим питомцам. Пока и до новых встреч на канале.